здравствуйте мои дорогие подписчики и гости моего канала сегодня хочу чуть-чуть сказать про себя потому что я очень вам благодарна пишите в комментариях светлана вы такая позитивная у вас все время так приятно слушать такое прочее но я хочу вам чуть-чуть рассказать так про себя что я не не всегда была такой позитивный жизнерадостный и тут такой какая сейчас я себя сделала сделала такой потому что в один прекрасный момент я поняла нужно что-то в жизни менять если впитывать не так постоянно негатив то можно просто сойти от этого с ума и работал тогда я в отделе архитектуры познакомилась с одним человеком я тогда уже понимала что мне что-то нужно что-то нужно как-то менять свои мысли иначе я просто ку-ку ведь я с вами откровенно да еще многие меня спрашивают и не делаешь постановочный виде там хоть красивый там в начале там от рыбы растопыр да я не люблю этого я люблю что было все просто более да так вот по-домашнему как-то мне больше нравится чем проще вот на мой взгляд вот тем лучше вот это мне так кажется не знаю может быть я и не права в общем и на чем я остановилась на то что познакомился к мне он зашел и смотрит меня книжку луиза хэй есть такая до писательница он говорит что ты читаешь эти бабские книжки возьми свишай почитай если гор ты его примешь ты сразу значит я тебе дам вторую книгу я читала его можно сказать так не тоже первоисточного первые вот эти книжки были это было довольно таки давно и я сразу его поняла и я сделал проанализировал проанализировав свою жизнь я поняла где я поступала неправильно почему со мной происходило то они то что я хотела и как-то у меня перестроилась вообще видение жизни то все перестроился начала по-другому смотреть на свою жизнь на окружающих людей и как-то вот так пришла к позитиву и поняла что негатив нельзя долго задерживать внутри да мы живые люди мы всегда будем впитывать негатив но впустили переработали и выпустили не знаю через что но упускать нужно мгновенно потому что это не самое страшное в жизни не самое страшное то ситуация которая вам казалось бы сложилась для вас да но катастрофической на самом деле не так уж страшно просто посмотреть на нее другими глазами и я для себя вы тогда выписала несколько до пунктов и ими очень долго руководства сейчас я нашла кстати свои записи и вам сейчас за что это можно везде найти это у каждого свое да но я вот свет что мне понравилось я этому следу сейчас за что первое как только проснули с проснулись вот вы да скажите себе тут же что что-то хорошее говорить именно нужно то что ты хочешь чтобы с тобой произошло в жизни например сегодня у меня самый удачный день моя жизнь замечательно мне везет и так далее это первое что нужно сделать когда только просыпаетесь второе подойти к зеркалу и сказать своей маленькой девочки себе любимой слова любви милая моя как я тебя люблю и так рад что проснулась да если так говорил привет моя дорогая с добрым утром тебя это вы были мои первые слова как только подходила в ванну умываться даже зеркало зависит у всех надеюсь третье приготовьте вы приготовите и выпейте волшебный эликсир но это так я его называла я просто выпивала стакан воды перед завтраком вот и все что я делала и заговаривал успех наливала стакан воды и говорил ты мой волшебный эликсир я заряжаю тебя на то 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 что это всем хотел чтобы со мной в этот день у меня получил встреча какая-то удачная там или еще там что ну у каждого свое четвертое подумать и прокрутить в голове позитивные и самый удачный сценарий своего дня за час до выхода то есть уже подготовив себя у вас допустим встречи какая-то там деловая или там еще что-то да и на работе там встречи с начальником что-то у вас он вызывает подготовить так вот прокрутите что вы от и скажете этому человеку там или там еще какие-то постоять цену у каждого свои 5 написать и проговорить за что благодарна себе и жизни это нужно в первую очередь я каждое утро благодарила говорила спасибо что я проснулась и спать как доложусь и до сих пор проговариваю вот это вот я делаю без по регулярно спасибо там ну кто будет богу кто кому я бы спасибо господи за то что а прошел мой так день что удача неудачная сервер спасибо благодарен спасибо благодарю нужно говорить слово благодарю не спасибо благодарю потом шестое вытащить карту дня любой позитивный рисунок и фото глядя на который хочется улыбаться но это просто можно в интернете найти какую смешную картинку или видео посмотреть и у тебя поднимется настроение мне нравится смотреть все время про животных найдут там там смешные истории смешные видео в домашних животных до 7 обращайся с просьбой или благодарностью к высшим силам делай это постоянно в течение дня это понимаете дел привычки прошла вот сегодня гололед до жуткий гололед я прошла и дошла до нужного мне объекта ой спасибо господи я добралась двух получ не упала ничего себе не сломала но это я говорю как бы элементарно понимаете о чем я говорю да обращайся с просьбой или благодарностью к высшим силам и ну это дело постоянно повторяюсь простите восьмой пункт помни о том что ты достойна лучшего это нужно всегда об этом думать и знать мы рождены для лучшего запомните мы рождены для счастья для любви для всего позитивно а все что негатив нашей жизни мы создаем сами своими руками вы согласны я думаю да я была против этого нет это не я это люди это все такое прочее это вот нет мы сами создаем себе негативные ситуации а потом мы жалуемся 9 нужно всегда помнить о своем божественном происхождении но библию все читали да бог создал нас по подобию своему помним об этом помним божественное внутри чистое внутри держит 10 держи во что бы то ни стало состояние гармонии баланса в душе это нужно это очень трудно это очень сложно начальных парах очень сложно но это получится у вас получится поверьте мне у меня аж получилось и у вас получится нужно вот знаете как то вот относиться ко всему я или как психолог и говорю я не психолог ребята но я говорю то что через что мне пришлось пройти и как я перестала запускать вернее быстро стала выпускать весь негатив то есть я выберу и тут же отпускаю вот и все нужно все время если допустим вы что-то в негативное к вам пришло вы говорите да благодарю за эту сложив ситуацию и отпускаю вот я вот так все время говорю за что-то она была вам нужно какое-то опять испытание в жизни в очередной прошли это и найти очередное такое очищение вы здесь на земле как чистилище ты-ты-ты-ты мои заморочки вы не обращайте внимание у каждого свое мнение прописывайте и постоянно свое желание буду на будущее помнить что напишешь что и сбудется мы знаем что мысли материально о чем ты будешь большую часть своего времени думать то и получишь будешь думать о плохом получит плохой будешь думать о хорошем получит только хорошая вести дневник мечты это я тоже этим занималась я записывала каждую свою мечту что я там хочу там первые чисто такой тренинг у нас помню посещал один тренинг и вот я этому следовало записывать все позитивные события своей жизни приходила вечером домой с работы и записал что же позитивной со мной произошло даже если ничего не произошло если что-то и высасывала из пальца и думал ну вот зашла сегодня ко мне подруга мы с ней попили чай это уже позитивно и хорошо находить позитивное воспринимайте любые события как позитивные уроки своей замечательной жизни ну тут все понятно да помните о том что у всегда есть выбор страдать или наслаждаться это наши выборы наш абсолютно если вы хотите страдать вы будете страдать если вы хоть наслаждаться то наслаждайтесь у нас тут жизнь сейчас одна не надо же жить вот я вот я поняла для себя одно я ни в коем случае никого не учу не подумайте я поняла одно что я живу один раз я не знаю там у кого какие религии что кто сколько там живет я знаю что сейчас в данный момент я жива живу и я хочу получать только радость и позитив и нести в мир своим знакомым друзьям радость и позитив все другой жизни нет у меня может и есть но я считаю что по нету я живу сейчас данной минуты данным секунды нужно жить именно в настоящем времени если тебе жаль себя это первый признак что тебе нужно позаботиться о своей маленькой девочке если вдруг ты так пожалела себя сказать ой да я такая ну что ж мне не повезло там или еще что-то ну пожалей себя в первую очередь никому не рассказывай себе расскажи любимый пожалей себя погладь ой да успокойся успокойся ты у меня одна любимая на всю жизнь единственная и помнить нужно о том что счастье это выбор вот если выбрали вы быть счастливыми вы будете счастливыми если вы выбрали быть несчастными вы будете несчастными но в принципе я ничего вам такого не рассказал я рассказал то вот эти вот 16 17 пунктов которые когда-то выписала из какой-то литературы не помню из интернета и которым я продолжаю следовать вот и все на этом я заканчиваю видео я желаю вам всем счастья если кому-то понравилось мое видео и ставьте лайки а если кто хочет мне там возразить там пишите комментарии по обсуждаем эту тему но это мое видение я сейчас такая и другой я не собираюсь быть из всего негативного я нахожу всегда чуть-чуть позитивного и сразу меняется отношение к негативной ситуации чего вам и желаю муж кому-то помогала кому-то нет курить психолог я говорю о том что было в моей жизни и как я к этому пришла но все кто был в гостях на моем канале подписывайтесь нажимайте на колокольчик всего доброго моих дорогие подписчики счастья вам здоровья и процветания и только позитива впереди весна ведь я сегодня даже поставил для вас букет с цветочками для вашего позитивного настроения до свидания мои хорошие ваша света